Мы начнем церемонию передачи четырех автомобилей для проведения разминувания и геородаров для государственной службы Украины за обычных ситуаций, что были закуплены в рамках проекта «Допомога от Уряда Японии». Шановный пан и посол, шановные представители прессы, многоуважаемый представитель Организации Объединенных Наций, мы традиционно второй год подряд собираемся в этом месте, для того, чтобы реализовать ту программу, которая идет благодаря сотрудничеству нашему с правительством Японии. Речь идет о очень важной миссии, благотворительной миссии, речь идет о миссии разминирования. В последнее время не такое спокойное у нас в стране, принимая во внимание то, что слишком велика линия фронта. С этой линии фронта в страну инфильтруются взрывчатые вещества. К сожалению, каждый день в стране в мирных местах взрываются гранаты, подрываются мины, и это реальности воюющей страны. В этих условиях мы очень благодарны, что наши коллеги помогают нам справиться с этой необъявленной войной внутри страны, когда речет о разминировании и спасении жизни мирных граждан. В прошлом году мы приняли с благодарностью 12 автомобилей от правительства Японии, и они очень хорошо работают по всем регионам страны. Сегодня речь идет о еще четырех автомобилях, которые пойдут непосредственно на места по стране. И сегодня уникальный день, когда мы получаем первый раз в стране такие мощные, такие серьезные инструменты разминирования, обнаружения мин и взрывоопасных веществ, как вот эти четыре прибора, которые наилучшие в стране и которые обеспечат высокий уровень гарантии надежности, когда мы будем говорить о защите наших граждан от неожиданных взрывоопасных предметов. Я еще раз благодарю правительство Японии. Японии. Хочу сказать, что это одно из тех правительств, которые неформально, очень серьезно и методически, системно проводят нам помощь, начиная от методологии подготовки и заканчивая совершенно конкретными шагами, которые можно пощупать и посмотреть. Благодарю Организацию Объединенных Наций и их организацию за то, что подключились к проекту и помогают нам его реализовывать. С искренней благодарностью, господин посланник. И, как вы видите, мы с коллегами из Министерства внутренних справ также обговорили не только о поставке обладания для службы надзвичайных ситуаций, а также для полиции. И, как вы видите, сейчас с поддержкой посольства Японии мы организуем для полиции Украины также тренинги. Я очень рада, что эта справа развивается, там мы имеем еще теснее стосунки с Министерством внутренних справ и с полицией Украины. Позволяю проводить работу зонуренням пушкового элемента воду до 1 метра на проценте 30 хвилин. Кроме того, данный прилад оснащен... Можете подводить? Да, ну вы, если не сгнурюете... Ну, конечно, да, да. Кроме того, он оснащен операционной системой, которая позволяет записывать информацию на специальный пристрой и на компьютер ее потом обработать. Час работы на аккумуляторах до 16 часов. В комплекте у нас два аккумулятора и адаптер, который позволяет заменить зарядный пристрой для аккумуляторов, позволяет зарядить в процессе движения через автомобиль. Ну и по работе, я чую вам, демонстрирую. Данный прилад действо для нас у них крайне таких, что у нас не было. Машина реагирует на метал? Два индикатора, которые показывают чувствительность до металла, а это на смену густиной речевины. Дозволяет записывать, когда контроль якости проводим, записать поле. Прошли, записали, и на компьютер мы потом идем... Ну, ну, ты сейчас не видишь, потому что у нас очень много... Записали, и на компьютере можно обрадить, посмотреть качество проверки. Четыре кода там. Да, у меня есть. Есть что-то лучшее, чем цитов? Ну, у нас лучшее нет. Я думаю, что цити – это один из правильных застей, который разработан для вископа. Где только на вископа? Скажите, что стыдь бы свое впечатление? Если бы его поднимали в руках, он... Легкий. Легкий. Понимаете, это не вопрос ощущения, это вопрос... Да, это вопрос... Конкретных ситуаций. У нас последняя крупная операция по разминированию была после взрывов складов в Венецкой области. Да, в Калиновке. И там огромная территория. И на этой территории живут мирные люди. И мы можем пройтись просто так, как это раньше было, да? А можем пройтись углубленно. И о чем это говорит? Это говорит о количестве жизней, которую мы потеряем потом. Через год, через полгода. Когда поле тщательно будет проработано такого рода предметами, с такой глубиной проверки, то это почти практически уверенность, что все будет нормально. Итак, оперативно-технический автомобиль Mitsubishi. Мы получили год назад таких автомобилей 12, которые работают по всей стране. И эти четыре автомобиля идут в какие области у нас? Волынь, Запорожье, Херсон и Одесса. И таким чином мы практически покрываем всю сетку страны такой рода специальными автомобилями, которые в состоянии выезжать на любую выбухонебеспечную ситуацию. И будем там ее иметь. Это не просто четыре колеса руль высокого японского производства. Это и специальное оборудование, и специальное комплектование, которое находится в задней части автомобиля, которое вместе с офицерами взрывотехнической службы составляет ядро нашего оперативного реагирования.